В городе прошла легкоатлетическая эстафета «Факел памяти». Традиционно в ней участвовали школьники, студенты и представители трудовых коллективов. Кто первым добрался до финиша и одержал победу. Об этом в сюжете Валерия Чижик. 19 команд, 9 этапов и 2,5 километра трассы. Легкоатлетическая эстафета «Факел памяти» для нашего города давно стала традиционной. Ежегодно она объединяет муравленковцев разных возрастов. Свои силы проверяют и новички, и бегуны с опытом. В легкоатлетической эстафете «Факел памяти» я участвую уже шестой год подряд. Единственное, что участвовал за разные команды. Поэтому мы сегодня надеемся, что вам повезет. И все будет хорошо, палочка не упадет и дойдет как нужно до финиша. В эстафете участвуют школьники, студенты и представители трудовых коллективов. У каждого своя команда. Но перед началом забега обязательный этап – разминка. Первыми на старт выходят школьники. Один из лучших результатов показывает первая сборная многопрофильного лицея. Большинство ее участников – спортсмены с опытом. Занимаюсь спортом в протяжении 8 лет, футболом. Ну и помогла поддержка друзей, сокомандников. За победу соревнуются и представители трудовых коллективов. Каждый бегун прилагает все усилия, чтобы не подвести команду и показать лучший результат. Самая ответственная миссия лежит на плечах участников девятого этапа. Их задача – покорить финальные метры. Нужно было выложиться просто на все 100%, не подвести команду. Но я к этому готовилась эмоционально, поэтому все получилось, и я прибежала первой. Старт и финиш позади. Участники эстафеты переводят дух и делятся эмоциями. Все рады, все участники, все довольны. Понравилось, потому что это новые эмоции, новые воспоминания. Команды-победители известные лучшие результаты показали учащиеся первой школы, вторая сборная лицея. Среди трудящихся победы у «Газпромнефть» Муравленко. Отмечены самые быстрые бегуны – это Данил Гребенюк, Эльтуна Рзаев и Сергей Сидорюк. Победителям и призерам вручили грамоты и медали. Валерия Чижик, Анатолий Шуликов, Новости Муравленко.